ДЕЛА У БЕЛОГО ДОМА ИДУТ НАСТОЛЬКО ПЛОХО, ЧТО ДАЖЕ НБЕСИ НЬЮЗ БОЛЬШЕ НЕ МОЖЕТ ЗАКРЫВАТЬ НА ЭТО ГЛАЗА. ГОЛОСУЙТЕ ЗА БАЙДЕНА! ОН ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛВЕК! Уже не так. Вот фраза от NBC. Байден нервничает из-за обрушения своего рейтинга. Есть признаки управленческого разлада в Белом доме. NBC также сообщает, что Байден в ярости от того, что его помощники продолжают дезавуировать его бредовые заявления. Байден в ярости от того, что его слова воспринимались как ненадежные. Интересно, почему? Когда он раз за разом объявляет войну разным странам. И это лишь начало. Политику? Ни одно издание не подлизывалось к Байдену усерднее, чем политика. Но теперь они сообщают, что Байденовский Белый дом заполнен злокачественной идеологией превосходства белой расы. Удивлены? Конечно же, нет. Цитирую. По меньшей мере, 21 темнокожий сотрудник покинул Белый дом с конца прошлого года или планирует уйти в скором времени. Источники винят в этом, цитирую, «рабочую обстановку», иными словами, расизм администрации Байдена. Итак, ситуация стала очень плохой для Джо Байдена, и в том, что касается имиджа, и во внутренних вопросах. Что же они делают по этому поводу? Ну, они воспользовались аварийной кнопкой, пригласили корейскую поп-группу сделать публичное заявление сегодня в Белом доме. Посмотрите. Мы — BTS, и для нас большая честь, что нас пригласили в Белый дом для обсуждения вопросов преступлений на почве ненависти к азиатам и расового и гендерного многообразия. Да, мы пригласили корейскую поп-группу, чтобы обсуждать преступления на почве ненависти к азиатам в США. Окей, молодцы, ребята. Как отмечает Ноа Поллок, цитирую, «на случай, если вы хотите сравнить дела с пиаром, администрация Байдена защищает в Верховном суде расовую дискриминацию азиатов при поступлении в университеты». И пиар-то не очень удачный. Но для администрации все это даже не впервые. В августе прошлого года они пригласили в Белый дом звезду ТикТок, потому что это улучшит ситуацию. Привет, меня зовут Купер, и вот день из моей жизни в качестве стажера Белого дома. Мы сделали это, Джо. Всем привет. Привет, Дженни, я записал тебя на маникюр, дорогуша. Я тебе этого не поручала. Это называется инициатива. Привет, Белый дом, на связи Купер. Я так не думаю. Да, они ненавидят страну и пытаются ее испохабить. И это работает. Но заголовок таков. Идеи превосходства белой расы в Байденовском Белом доме настолько сильны, что 21 темнокожий сотрудник... Может ли там быть больше, чем 21? В Белом доме не такой уж большой штат. 21 темнокожий сотрудник сбежал. К слову, о новой эпохе Джима Кроу. Кэнди Суэнс, основательница благотворительной организации Блэксит. Она, наверное, не удивлена. Сегодня она с нами. Удивляет ли вас, что расизм, идеи превосходства белой расы, настолько сильны в Белом доме, что темнокожие сотрудники спасаются бегством? Должна сказать, меня немного расстраивает то, что я не участвую в этих совещаниях в Белом доме. Я представляю, как они сидят за столом и говорят, «Скорее, темнокожие просыпаются, и они недовольны. Подайте мне азиата. Поставьте его на подиум. Нам нужно полностью переориентировать пиар-стратегию». Этим они и занимаются. Потому что прежде всего, параллельно с этим, афроамериканцы открывают глаза на то, какую ложью было Блэк Лайф с Мэтта. Эти американцы, которым буквально раздали эти должности, от них не ожидалось, что они что-то будут делать. Наверняка их квалификации было недостаточно даже для этих должностей. Но идея была такова. «Смотрите, мы преклоняем колени перед заявлениями БЛМ». В случае Нэнси Пелоси в буквальном смысле. Помните ее пресловутый поклон и вставание на колено. И мы покажем вам это, наняв много темнокожих. Но в действительности нам нет дела до того, что они думают. Нам просто нужно, чтобы они сидели там, будучи темнокожими. Теперь афроамериканцы в Белом доме просыпаются и говорят, «Знаете, меня это не устраивает». И теперь там судорожно пытаются раскрутить новую историю о ненависти. На этот раз по отношению к американцам азиатского происхождения. Жизни азиатов имеют значение. Скорее подайте мне корейскую поп-группу. Тогда как на самом деле мы озабочены ценами на бензин, инфляции. Смехотворно. Есть ли что-то более деструктивное, чем комплекс вины белых либералов? Кажется, вреда больше, чем от ядерного оружия. Так и есть. И люди начинают это видеть. Даже Патрис Колорс, основательница Black Lives Matter, по сути заявила, «Не моя вина, что вы дали мне ваши виноватые белые доллары. И я солгала в том, что я их потратила. Купила себе целую империю недвижимости. И это правда». Так что проснуться надо не только темнокожим, но и белым американцам. Прекратите позволять манипулировать вами с помощью эмоций и говорить вам, что вы плохой человек, просто потому что вы не того цвета кожи. Надеюсь, что мы увидим это уже в нынешний предвыборный сезон. Ненавидящие себя не могут быть хорошими лидерами. Слабые мужчины и несчастливые женщины — это демократическая партия. Кэнди Соунс, большое спасибо, что пришли. Спасибо. Перевод для выпуска взят с ресурса ИНОТВ. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова